Слушайте, наверное, все сферы нашей жизни эта ситуация затронула. Как повлияло на работу вашего законодательного органа эта ситуация? Действительно, сейчас, в период пандемии, мы понимаем о том, что нам с ней жить и дальше. И она никуда не денется, ни через день, ни через два, ни через месяц. И время показало, что нужно к этому привыкнуть и уметь руководить, управлять всеми механизмами, которые существуют в городе именно в этих условиях. Депутатский корпус, вы знаете, достаточно легко отреагировал на то, что можно работать не только в рабочих кабинетах, но и дистанционно. При этом мы понимаем, что часть, конечно, работы депутатского корпуса претерпела изменения. Прежде всего, это связано с тем, что очные приемы с гражданами, работа общественных приемных, она перешла в онлайн-формат. К этому не все слои населения готовы. Обычно привыкли приходить с документами и показывать на бумажках, где какие проблемы. Но, тем не менее, эти документы мы получаем не меньше. И, к сожалению, то, что касается вопросов экономического развития, они зачастую сейчас носят преобладающий характер. И порядка 70% это все-таки обращения, связанные с теми или иными нормами, которые могут принимать и городской совет, а если не входит в компетенцию городского совета, то рассматривать это выше. То есть власти помогают сейчас бизнесу в условиях пандемии, это очевидно. Мы слышали об этом и знаем, но повлияло ли это на распределение доходов, много ли выпадающих доходов? Действительно, власти на сегодняшний момент научились работать консолидировано. Если бы не было консолидации усилий, то, наверное, были бы очень большие потери. Первое. То, что сейчас бюджет, безусловно, потерял, но, опять-таки, эти потери, они, наверное, тоже ударили по карману, прежде всего, тех людей, которые надеялись получить муниципальные контракты на выполнение тех или иных задач. Это те праздники, которые мы планировали и день города, и другие мероприятия, на которые мы просто-напросто не проводили, и денежные средства. Не то, что мы не израсходовали, а те люди, которые должны были зарабатывать на этих мероприятиях, они недополучили. Соответственно, эти недополучения и налогом идут, как говорится, НДФЛ, это тоже приходит в бюджет города Омска, и нам просто необходимо учитывать эти выпадающие доходы. Одно хочу сказать, что действительно в этом году могло быть на все намного хуже. Мы недополучили в бюджет то, что ожидали, ну, чуть больше 200 миллионов рублей, но, тем не менее, все социальные обязательства были выполнены и выполняются в полном объеме. Владимир Валентинович, тогда перейдем к перспективе. Наш город похорошел за последние годы, и мне очень хочется, чтобы работы по благоустройству любимых мест продолжались и дальше. В этой связи какие перспективы? Обсуждаете ли вы с коллегами какие-то пожелания избирателей, даже с учетом сложной финансовой нынешней ситуации? Это самый сложный вопрос, потому что это все делается за счет федерального и областного бюджета в случае, если муниципалитет своим собственным рублем участвует в этих мероприятиях. И задача, наверное, стоит в том, чтобы мы изыскивали возможность и участвовали в национальных проектах, которые реализуются на территории города Омска. Первая, наверное, задача еще не то, чтобы просто реализовать данную задачу, а то, что мы благоустроили, то, что сделали общественные пространства, их нужно содержать. Вот ни много ни мало, но на содержание общественных пространств, которые сейчас имеются в городе Омске, ну это требуется десятки миллионов рублей. А эти десятки миллионов рублей нужно где-то найти из собственных доходов. И теперь надо депутатам то, что вы сказали, бюджет пришел в город для того, чтобы городской совет, его я еще сам не ознакомился, глубоко не изучил, но консультации уже были. Потому что депутатский корпус во время парламентских каникул видел на своих территориях, какие существуют проблемы и как нужно их осуществлять и реализовывать. Если встречались с населением определенных дворов и понимали, что здесь необходимо максимально принять меры для того, чтобы благоустроить этот двор, а не другой двор, то депутаты помогали старшим по домам, жителям, которые живут в этих многоквартирных домах, чтобы они участвовали в конкурсе, чтобы они голосовали. И сейчас уже, собственно говоря, на следующий год можно было потратить государственные деньги на благоустройство придомовой территории. Это очень важное мероприятие и на следующий год мы также надеемся, что все социальные обязательства и во всех национальных программах город Омск будет участвовать полным рублем. Успехов в работе над документом, главным нашим финансовым бюджетом города на следующий год. Всего доброго и здоровья, берегите себя и своих близких.